Девушки отдыхают Привет, Шура, не хочет признавать собственных детей. Восьмилетних двойняшек Анжелику и Даниила. Этими словами начала свое письмо в редакцию «Пусть говорят» Алёна Полякова из Кисловодска. Копия. Например, у Дани верхняя часть копия. Похожи глаза, нос, четыре лица, сходство. Просто один в один. А у Анжелики, у неё нижняя часть. Восемь лет Алёна с двойняшками ждали возвращения блудного знаменитого отца. А когда в прессе появилось сообщение о скорой свадьбе Шуры, отчаявшаяся женщина написала заявление в полицию. Пусть вернёт мне всё, что украл. Признание в любви, обещание жениться и деньги. Тысяча двести долларов. К доказательствам моих слов я готова пройти детектор лжи и тест на ДНК. Завери меня туда, где стрелки кружатся назад. Но если что, хранить себя, я не могу найти тебя. Мы проверили Алёну на детекторе лжи и взяли анализ ДНК и у близнецов, и у самого певца Шуры. Сегодня в программе подтвердят ли результаты экспертиз отцовства певца. Добрый вечер. Разрешите мне представить главную героиню, которая в поисках правды прилетела к нам из Кисловодска, Алёна Полякова. Восемь долгих лет она хранила свою тайну, которая сегодня откроет зрителям Первого канала и зрителям нашей программы. Добрый вечер, Алёна. Честно скажу, когда мы получили ваше письмо в редакции, я не до конца поверил, потому что здесь не было никаких фотографий. Но когда фотографии детей появились в прессе, то у многих редакторов нашей программы был просто культурологический шок, потому что действительно дети как две капли воды, копия Шуры. Ну расскажите, как получилось, что 2002 год, как я понимаю? Да, в Белые ночи, июль. Где-то числа 14 июля, а вот так вот в середине мы познакомились, совершенно случайно студент Денис Чеконин, который приехал из Москвы с другом посмотреть Белые ночи в Санкт-Петербург. То есть вот этот человек представился вам как Денис Чеконин? Конечно, да. Никакого певца, никакого Шуры вообще, как бы, и в помине. То есть и вы не можете узнать в этом человеке, который представляется вам Денисом Чекониным, Шуру? Нет, наоборот таки. Если Дениса Чеконина накрасить как Шуру и одеть, то копия вылета и мой студент, с которым я прожила 3 гражданских месяца, как бы, брака. То есть Белые ночи в Санкт-Петербурге по адресу проспект... Пирогова, 6, 39 я прожила. Вот сейчас мы видим как раз этот дом, переулок Пирогова, да, дом 6. Вот здесь все проходило в коммунальной квартире. Комната моя, да. То есть он приехал и он снимал тоже... Просто погулять. А, просто погулять. Со своим другом по Санкт-Петербургу и попросил, как бы, ну, если я хорошо или я знаю город, провести места, там, показать все, музей, там, погулять. Ну, то есть вы хорошо показали город, раз, спустя 8 лет, две... Ну, постаралась. Две копии. Итак, как развивался ваш роман и как, ну, назовем этого героя Денис Чихонин, да? Студент. Этот студент, как он отреагировал на то, что у вас будут дети? Он обрадовался, он сказал, что до этого он мне предлагал, как бы, другом поехать в Москву тоже. И говорит, ну, хорошо, повезу тебя в качестве жены, хочу сына, чтобы родился первый сын. То есть не было никаких там, давай посмотрим, давай проверим отношения, рано, там, еще, там, аборт делай, не было этого всего. Человек ушел в магазин за продуктами. А, то есть как он попрощался? По-английски. То есть он говорит, я сейчас в магазин за продуктами? Да, у меня сигареты закончились. Я говорю, ну, вот через дорогу рядом с домом, ты же знаешь магазин. Да, знаю. Я говорю, купи еще для супа заморозку овощи. И он ушел. И все, это было 25 сентября, когда я его видела. Без руганий, без ссор, без всего. И в это время уже какой срок беременности? У меня второй месяц был. Понятно. То есть скажите мне, ну, вот за все это время, вы три месяца, ну, общаетесь, красиво, Белые ночи, Питер, понятно, Невский, каналы. Но вы в паспорт не заглянули, не увидели, что это, если это... Нет, у него на тот момент появились проблемы в связи с паспортом. А, так он сказал? Да. Что он с другом, ну, погулял там, в ночном клубе у него случилась какая-то неприятность. И правоохранительные органы забрали у него за это паспорт, значит, и нужно договориться. Алло, но тем не менее, вот эти фотографии, да, вся страна уже поет его песни, да, уже... Он получил уже золотой граммофон за «Шумели летние дожди», да, он уже «Твори добро» получил тоже не одну премию. Все сидит, парады крутят. Вы ему как-то говорили, слушай, ну ты же вылитый... А я не... я как бы, ну, на тот момент я не поняла. Вообще не в теме, вы не поняли. Я не поняла, я серьезно воспринимала как студента из Москвы, действительно. За столько лет я как бы не нашла себе человека, замуж я не вышла. У меня сейчас, значит, лично книжка матери-одиночки. То есть я понимаю, что вы готовы были ждать и дольше, и молчать, если бы не появившаяся в интернете и в прессе информация о том, что Шура нашел другую девушку и собирается жениться. Ну вот тут меня уже просто, знаете, обидно за себя стало. Ну как это так? Я его жду, надеюсь, что он все-таки... А и все-таки, чтобы я понимал, да, вот в какую секунду, когда этот человек, студент, уходит за сигаретами и не возвращается, и певец Шура появляется на экране или в какой-то программе, когда у вас весь этот пазл складывается, и вы понимаете, что это он? Через 8 лет. Ну нет, я поняла уже, когда я увидела по телевизору, где он давал интервью, его красил, гримировал Сергей Зверев, он говорил, случилось, я стал отцом, но еще неизвестно, стану ли я мужем или нет, но уже свершилось то, что я стал отцом. И детей я своих никогда не брошу. И в эту секунду вы понимаете, что все-таки он понимал и знал, что это... Ну, понимаете, черты лица вот это вот мне не давало покоя. И потом люди, которые скептически относились ко мне, вы же понимаете, что просто человеку подойти, да, у меня дети отчем, да, ты еще больная с психушки сбежала, что ли, да, как ты, да вообще, как, кто Шураик, кто ты, ты посмотри, куда ты лезешь. Ну, я думаю, что главное доказательство сейчас на картинке для всех телезрителей. Давайте посмотрим, как вы живете. У нас есть эксклюзивные кадры из вашего дома. Это Шура, он отец моих детей. И вот это видно даже по фотографии, копия. Вот, например, у Дани верхняя часть копия, похоже, глаза, нос, черты лица, сходство просто вот. А у Анжелы нижняя часть папина, копия прям вот. А какое отчество у детей? Моего отца Вячеславовича, они, как и я, Вячеславовна, и они Вячеславовича. А фамилия? Полякова, мы все Полякова. То есть вы не стали давать Медведева фамилию? Он же официально отцовство не признает за 9 лет, почему мне обидно и стало. При живом отце, который женится на другой, мне одной двоих тянуть, растить, вы же понимаете. И тут вдруг такое. Господи, ну это было 8 лет назад. Человек ушел. А любовь она навечно. И что самое парадоксальное, что меня смущает. То, что вы говорите по поводу него, что вы ждали. В тот же момент человек не подавал признаков жизни в вашем направлении. И в тот же момент только когда он... Нет, ну я думаю, что Таня, может быть, по-женсу не понимает. И тогда сказали о том, что... Вы удивительно... Вы удивительно... Вы удивительно красивая женщина. Я вот на вас смотрю и думаю, где ваше чувство достоинства. Вы знаете, очень важно сохранять чувство достоинства. Слушайте, какое чувство достоинства, когда она открывает Форбс и видит, сколько зарабатывают звезды эстрады. И хочет, чтобы ее дети, понимаешь... Форбси их нет, к сожалению, наших звезд эстрады. К сожалению, к величайшему. Я серьезно не знаю, сколько... Вы знаете, вот у меня создалось ощущение, что вы абсолютно не уверены в том, что вы говорите. Вы видели человека три месяца, восемь лет назад. Немало три месяца. И на раз за два дня все происходит. Действительно. Три месяца. Вы абсолютно в этом не уверены. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, как спустя восемь лет Алена по-прежнему каждый день, глядя на своих детей, как в зеркало на своего бывшего, переживает всю эту боль. Внимание. Вот это вот стол, где мы кушаем, и мама тут все накрывает. Вот тут мы спим. Эту собаку Анжела вот нашла с мамой там. Они ее нашли, но потом мы ее помыли, аж духами попрызгали. Вот это плита, где мама готовит кушать, только она очень опасная, я ее боюсь. Вот это вот тут талет, он выдвигается, вот так вот мы у него все свои дела делаем, потом задвигаем, мама потом выносит. Нет, ну вот понимаете, когда вот чисто, но бедно, да, это все равно, конечно, хочется, я понимаю, дать детям большее, чем это есть у тебя и обидно. А вы искали встречу с ним? Вы как-то пытались там приехать в Москву, найти директоров? Да, да, пыталась. Мало этого, я приезжала, но дело в том, что сначала я искала Дениса Ачеконина, студента, не подозревая, что это популярный уже в то время певец Шура. Да, он же, извините, ко мне пришел под видом студента в джессиках и в таком топике. Тебе нравится, как я одет и с другом? А вы на хамбитус не смотрите, три месяца вместе жили и не опознаете мужчину, с которым вы спали. Ну он же не красился, простите, он не красился ничего. Да какая разница, ну, если я все упал, женщина накрашена, я не накрашиваю ее не накрашенную, наоборот, и до такой степени. Я вас вижу впервые, и эту историю я услышал два дня назад. Ко мне приходит море писем, Саша, пришли нам деньги, хоть и не обязан. У нас там тяжелая жилищная ситуация, пришли миллион двести долларов. И много таких писем приходит. То есть перед нами вы считаете аферистка, которая... Я вижу ее и слышу впервые в жизни. Сколько приходит... Я ее понимаю, потому что она его любила, она его ждала. Можно многих любить. Женщина, посмотрите, сколько женщин здесь сидит. Она любит своих детей, она борется за счастье своих детей. А при чем тут Саша, при чем тут он? Так она может быть и дальше бороться. Мы давайте Шуру спросим, может он узнает, обрадуется, и мы создадим новую семью. Прежде, чтобы... Хочу, чтобы вся страна увидела. Спасибо. Все-таки, как вам приходится нелегко зарабатывать на жизнь, по десять часов мыть... Вы работаете в зооклинике. Да. Сколько вот у вас зарплаты, чтобы все понимали, чтобы не обвиняли? Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей Алена каждый день восемь часов моет полы в зооклинике. И восемь лет она молчала и не говорила о том, что происходит в ее жизни. Несмотря на то, что здесь некоторые гости в зале, я думаю, что телезрители со скепсисом, да, со скепсисом относятся к тому, что произошло. Я хочу у него спросить, что произошло. Небось, прятался от милиции, была история, да? Давайте я с другой стороны не могу сказать. Алена, Алена приехала сюда. Друзья мои, Алена приехала на эту программу, чтобы честно пройти тестирование на детекторе лжи. В комнате один на один, без единой картинки, чтобы ничего не откликало. Профессиональный полиграфолог. Посмотрим, как это проходило. Внимание. Скажите, пожалуйста, правда ли, что у вас был роман с певцом Шурой? Да. Алена, это правда, что вы забеременели от певца Шуры? Да. Может ли быть, что ваша история с рождением детей от Шуры, это просто плод вашей фантазии? Я отвечу, нет. Можете ли вы предположить, что отец ваших детей, Анжелики и Даниила, на самом деле человек, который просто внешне похож на певца Шуры? Мало того, что результаты сейчас обрабатываются и к концу программы их принесут в студию, Алена была готова сделать даже ДНК-тест детей, и это тоже произошло. Внимание на экран. Тест на определение отцовства, это добровольно, должно быть с вашего согласия. Вы согласны? Да, мы согласны. Так, ну давай, ты у нас заканчиваешь. Все. Товоротик открыл. Мамы и дети подтвердили, что здесь именно их анализы, их ДНК. Теперь это делаю я, что все взято. Тест проводится добровольно, с вашего согласия. Мне необходимо прополоскать рот. Хорошо, тщательно. Так, скрываем пробирки, они абсолютно запакованы. Первый раз такое в жизни со мной? Со второй стороны. Не волноваться. Пускай она волнуется. Надо с теми разобраться. Тем более она ходила в милицию, она писала президенту. Крыша едет не спеша. То есть надо заканчивать с этим делом. Отправляем на экспертизу. Хорошо. Удачи. Вам тоже удачи. Спасибо. Конечно, я уверен, что результат анализа будет отрицательным. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Певец Шура появится в этой студии сразу после короткой рекламы. Их встреча спустя 8 лет состоится снова. Как тогда? После летних дождей 2002 года в Санкт-Петербурге. Вы смотрите «Пусть говорят». Певец Шура не хочет признавать собственных детей. Восьмилетних двойняшек Анжелику и Даниила. Этими словами начала свое письмо в редакцию «Пусть говорят» Алена Полякова из Кисловодска. Копия, например, у Дани верхняя часть копия похожа. Глаза, нос, черты, лица, сходство просто один в один. А у Анжелики у нее нижняя часть. Восемь лет Алена с двойняшками ждали возвращения блудного знаменитого отца. А когда в прессе появилось сообщение о скорой свадьбе Шуры, отчаявшаяся женщина написала заявление в полицию. Пусть вернет мне все, что украл. Признание в любви, обещание жениться и деньги. 1200 долларов. В доказательстве моих слов я готова пройти детектор лжи и тест на ДНК. Мы проверили Алену на детекторе лжи и взяли анализ ДНК и у близнецов, и у самого певца Шуры. Сегодня в программе подтвердят ли результаты экспертиз отцовства певца. Ну и сейчас в этой студии появится сам певец Шура. Что скажет он на заявление Алены Поляковой, которая утверждает, что восемь лет назад в Санкт-Петербурге от него она родила двоих детей. Анжелику и Данила. Встречаем ее. Здравствуйте, Андрюш. Здравствуйте. Тетенька. Здравствуйте, дядя Виктор. Вы знакомы с Аленой? Нет, пирожи с ним вижу. Ну, чуть-чуть изменился, возмужал. Ну, правильно, за восемь лет ты че. Конечно. Не молодеют же, родная. Ну да. Итак, тем не менее, 2002 год. Вы помните, что вы делали летом 2002 года? Я лечился от рака, Андрей. От рака? Да. У меня в 2001 году прошла операция на рак. И весь год была химиотерапия. То есть я никак не мог три месяца прожить в Санкт-Петербурге. Рак чего? Что это? Рак яйца. Рак яичка. Ты вылечился? Рак яичка, да. Я вылечил, наконец. Яйца это очень брутально. Ну, пускай будет так. Но, извините, я даже боюсь, извини, что так откровенно, но человек, у которого был рак яичка, он может быть отцом? Препродуктивная функция при этом сохраняется, и излечение тоже достигается в достаточно высоком проценте. Вот год шла химиотерапия, год калорий химиотерапия. Андрей, можно, да? Сейчас, одну секунду. А все-таки вы представлялись? Как вы говорили, студент Денис? Денис Чухонин. Денис Чухонин. Вы когда-нибудь представлялись? Андрей, у меня с головой все в порядке. Давайте посмотрим на экран. Ну, ты видишь эти фотографии. Посмотри. Это как две капли воды, похожие дети на тебя. Ну, давай не будем отрицать. Похожие. Прямо действительно видно, даже не эксперту видно, что похожие. Как мы? Ну, это субъективная оценка. Я сходства не вижу. Ты сходства никакого не видишь? Вообще нет. Ну, объясни мне. Тем не менее. Я вижу, что они похожи. Одну секунду. Тем не менее, я зашел на твой сайт в интернете. В статье 1998 года ты рассказываешь историю, что у вас в семье бабушка тебе всегда говорила о том, что у тебя будут двойняшки. Это я не отрицаю абсолютно. Я удивился этому, что это действительно вот при этом вранье, что это так. Все, наши совпадения. Люди бывают очень и очень похожие. У каждого из нас есть двойники. У каждого из нас есть двойники. Ну, давайте не будем с бабушкой всю жизнь говорить, что у тебя будут двойняшки, а появляются двойняшки, да, и как... Ну, не от меня же они появились, Андрей. Ну, они же похожи на вас. Ну, и что, что они похожи на меня? Я не знаю Шуру, но я знала студента Дениса Чиконина. Дениса ищи, родная. И артисты, у них актерское мастерство, талант, как бы перевоплощение, вы артист. Девушка, изначально я как бы был в определенной степени на вашей стороне, хотя бы частично. Но, тем не менее, посмотри, ты же собрался без мамы, без папы, ты рассказывал о том, Лолите, какие были проблемы. Тебя воспитывала бабушка, и сейчас у тебя двое уже воспитанных детей, 8 лет. Ну, на что они мне, Андрей, ты че? Это его мечта, чтобы у него было именно двойняшки. И он к этому подходит, он говорит, я отличился, я сейчас пропиваю витамины, чтобы у меня родились здоровые дети. И это как бы он на голову упал, да? Тем более, 8 лет назад, как Саша говорил, на самом пике популярности, мы прекрасно знаем, в каких костюмах он ходил, на каких каблуках. И так просто, якобы студент, какой студент, Саша, ты какой институт заканчивал? Я никакой. Он самородок, никакой студент. А что мы можем говорить, что мы не узнали? Давайте послушаем, послушаем соседку Алены, что она рассказывает в Кисловодске про нее, внимание. Дети очень похожи. Дети очень похожи. Даже вот я смотрю, как вот Шура себя ведет на публике, да? Неадекватно. И дети, соответственно, и в этом отношении не похожи. Психика не совсем нормальная. Какой-то попрыгничек с сумасшедшей гайкой в башке. Ничего другого я про него не могу сказать. Ну, агенная наследственность, она уже доказана. Три месяца я никак не мог быть в Питере, ну. Нет, может быть, все-таки, смотри, у тебя не было паспорта, что-то происходило. Может быть, ты от ментов как-то скрывался. Была какая-то история, она тебя скрывала. Ну, а если так, то фронтовая жена обязана... Нет, ну, тем не менее, извини, это святое. Нет, ведь ты же рассказывал в другие программы, что были проблемы... Секунду, Ален. Были проблемы с алкоголем, с наркотиками, ты все это прожил. Может быть, действительно, ты просто плохо помнишь эти три месяца? Да, вот три месяца я забыл. Как же так? Какая плохая память? С зубами был? Давай послушаем, что ты рассказывал Лолите. Все-таки, мне кажется, что в душе ты, безусловно, понимаешь, как плохо расти без папы и без мамы. Внимание, фрагмент из программы Лолита. Росло два брата. Оказывается, у одного из них был один отец, у другого – другой. И про своего отца я узнал только, когда получал паспорт, что отчество у меня другое. В этом было сложное детство. А мама не считает нужным тебе объяснить, что это совсем не твой отец. И вообще, с детства слушаю такие слова, как выкидыши. И зачем я вас родила? Ну, знаете, это тяжело. Я не желаю никому. А девять лет меня сдали в детский дом. При живых родителях. Я не считаю это за минус. Это отличная школа. Я там прожил три года. Потом ушел сразу работать в ресторан, не заходя домой. Поэтому сейчас такое вот, какое есть. Возможно, огромное спасибо. Потом был рак в моей жизни. Потом была наркозависимость. Мама так и не появлялась. Я не желаю таких мам никому. Лучше вообще не рожайте, чем потом такое говорить своим детям. Вот это к вам относится. А я не раковая, не наркоманка. И так пудрит детям мозги. Я здесь только из-за детей. Что бедные дети верят в эту чушь. Понимаете? Ходят по школе, рассказывают это школьникам. Что теперь будет детям? Как они пойдут в школу теперь, я не понимаю. Давайте послушаем этих детей, что они говорят. Внимание. Папочка, я тебя очень сильно люблю и жду. Я в тебя верю, что ты есть. Я знаю, что ты шурран. Я хочу, чтобы ты с нами уехал, поженился на маме. Это была у нас очень хорошая свадьба. Нам очень тебя в семье так не хватает. И трудно маме. И нам тоже не весело. Папочка, я тебя очень сильно люблю. Я хочу с тобой увидеться. Очень сильно. И если я тебя увижу, тогда я к тебе побегу на руки, приду и поцелую. Бедные дети, кошмар. Она что с ними делает? Это ваша проблема, девушка. Вы не должны были допускать, чтобы включать... Алена, а вы не пытались... Если это произойдет так, как говорит он, у ваших детей будут психологические проблемы. Вы согласны, что это будет психологическая травма, вы как психолог? Вы знаете, конечно, конечно будет травма. Но давайте посмотрим, что же, собственно, произошло. Я по образованию врач-психиатр. Работал в психиатрическом стационаре. Так у меня однажды случилось так, что было четыре любовницы Брежнева. Четыре. В одной палате лежали. Это в эпоху Брежнева. Да, это мы должны прекрасно понимать, что иногда люди неадекватно воспринимают ситуацию. Иногда в голове что-то переключается, и через восемь лет может быть вот такое явление, как сейчас. Второе. Очень профессионально ваша передача поступила. Что дама прошла детектор лжи, прошла хорошую экспертизу ДНК. Я думаю, что здесь все станет на свои места. Что-то у меня большое сомнение, что она в течение трех месяцев не могла определить, кто же с ней лежит рядом. Если действительно это было... Это человек знакомый последующих восьмилет. И все, да. Второй момент. Почему восемь лет она ждала, терпела? Ну, почему именно сейчас разговор зашла? Слушайте, через восемь лет... Давайте послушаем солнце, а? Я считаю, что, конечно, для детей лучше придумать красивую сказку, что их отец Шура, нежели сказать, я не помню, кто это. Нет, я хочу просто узнать правду. Но, тем не менее, я хочу сказать... Я помню, кто это. Я могу сказать. Я хочу сказать, что Шура не первый, Шура не первый артист, у кого появляются внебрачные дети. Несколько лет назад Раиса Саидшах, певица здесь, в этой же студии, рассказывала о том, что она воспитывает ребенка от Александра Барыкина. И тогда им мало кто верил, да? Но когда мальчик вырос, он как две капли воды похож на Барыкина. Посмотрим фрагменты программы. Внимание. Итак, кто отец вашего ребенка? Александр Барыкин. Албар. Но 18 лет, 18 лет, вы молчали, никому не рассказывали эту историю. Что подтолкнуло вас это сделать сейчас? Меня подтолкнуло интервью с ним в МКА два месяца назад, когда Саша рассказывал про свою счастливую новую жизнь. И вдруг почему-то открыл рот и рассказал про меня, что да, ну сколько можно ворошить старое былое рая, когда мы начали встречаться, уже была беременна, три месяца у нее было, как у нее было. У нас есть видеописьмо Тимура к отцу, который так его и не признал. Шел на концерт, раз Барыкин выходит, я такой, о, Бася, Бася. Ну вот, подошел к нему, такой, типа, распишитесь, пожалуйста. Он такой, типа, кому я такой Тимура. Ну вот, глаза не были подняты, да, на меня. То есть так, он так, расписался и все. Оксана, ну 18 лет Раиса Саидовича молчала, здесь только 8. Ну, в общем, я считаю, что это очень хороший урок и для женщин, которые попадают в ситуации, и для публичных людей, которые не только актеры, но и спортсмены, и политики, и так далее. Дело в том, что, ну посмотрите, ведь ваши детки похожи и на вас, почему же вы это не замечаете? Я их мама, слава Богу, я их мама. Потом, вы мама, вы для них космос, все, что вы говорите своим детям, они верят. И останьтесь для них святой, непорочной мамой, замечательной. Мне кажется, что сегодня, ну почему-то у меня предположение, что мы узнаем, что к Шуре это не имеет отношения. Как же тогда вы посмотрите деткам в глаза? Как они в школу пойдут, понимаете? Да, надо остановить. Я революционную точку выскажу, а с 5000 рублями какие-то глаза смотрят. Ну а если предположить, если предположить, что Шура, Ален, Шура признает отцовство и говорит, что да. Женится, как обещал. Молодец. Андрей, Андрей, Аленушка, видимо вы не знаете, что иногда мужчина, прожив 8 лет вместе с женщиной... То есть вы хотите свадьбу, приехать в Москву или какая история? Или просто звучать элемент? Аленушка, я все равно где жить, я хочу отца настоящего своим детям. Настоящего папу своим детям. А что не Баскова выбрала, не Кенкурова. Алена! Но понимаете, даже когда дети похожи как две капли воды известные, отцы не всегда стремятся это сделать. История тому Александра Серова, чья дочь тоже была в этой студии и папа до сих пор не признает ее. Дочь живет в Германии. Фрагмент той программы. Посмотрите, как она плакала здесь в эфире. Внимание. Конечно, я хотела бы, чтобы Кристина познакомилась с своим отцом. Но, к сожалению, у нас произошло совсем другое. Была только одна агрессия, была ненависть с его стороны. И немножко было больно, обидно за мою дочь, что я теперь даже думаю о том, что нужны ли вообще эти встречи. Потому что Кристина была очень травмирована. Для нее это была такая большая боль. Давайте посмотрим на экран, да, как все происходило. Внимание. Она имеет право не сказать. Ветер сказал. Группы. Не имеет права. Так, мы никого не видим, никого не знаем. Все на спинале. Все, ребята. Мой папа меня все-таки не хочет признавать. Не верит, что я его дочь. И вообще все по-свински вел. То есть мы говорим о мимолетных романах знаменитостей на три месяца, на два, на одну ночь. Почему сейчас нельзя обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти этого Дениса по фамилии не запомнила как? Ну где его найдете? Ну где вы его найдете? Можно его найти, скажите тогда. Если она говорит, что это Шура. Секунду. Конечно, лучшим финалом этой истории было бы, если бы Шура узнал в Лене свою подругу бывшую, узнал своих детей. И мы бы сегодня под аплодисменты проводили их из этого зала. Но сегодня, Шура, пойми правильно, ведь женщина все-таки тебя любит. Смотри, 8 лет ждала. Дети. Ну, ну, да. А она не любит рукавы. Подожди, я не хочу, я не хочу вот думать о ней, что ей двигает только низменные побуждения, вот, найти богатого спонсора, найти богатого мужа. Я думаю, я думаю, что все-таки ей движет любовь к тебе, как к певцу, как к человеку, который... Ну сколько вранья для этого было. Ты подумай, может быть, действительно у тебя был где-то такой? Простите, я вас там, мне интересно услышать поклонницы из фан-клуба здесь сегодня. Вот ваше отношение, вот если действительно Шура сегодня скажет, люблю... Ну, у меня единственное пожелание к девушке обратиться, вот сегодня врач сидит на программе, мне кажется, идеальный вариант, пожалуйста. Вы к андрологу, к андрологу сидит, врач... Случаи просто уникальные. Три месяца в Санкт-Петербурге в коммунальной квартире, я понимаю, вы в тайге где-нибудь в домике жили, но ни разу за три месяца к нему никто не подошел, автограф не попросил, никто его не узнал. Друзья мои, ну я все-таки хочу успокоить Шуру, что все-таки некоторые певцы признают своих детей. Такая история произошла со Стасом Михайловым. Внимание на экран. Стас Михайлов признал свою внебрачную шестилетнюю дочь Дашу. Дашу, которая как две капли воды похожа на певца. Девочка появилась на свет в 2005 году после романа Стаса с Натальей Зотовой, которая в ту пору была певицей в ресторане. Они прожили два года в гражданском браке и расстались, потому что певец не хотел иметь детей. Поначалу он даже не знал о рождении дочки. Потом друзья ему рассказали, что Даша просто его копия. И сейчас Стас прекрасно общается с Дашей. Так что еще не поздно до конца эфира все передумать. Придумайте. Сейчас короткая реклама. Мы по-прежнему ждем результаты детектора лжи. И дети появятся в этой студии, чтобы впервые увидеть предполагаемого папу. Вы увидите это первыми. Не переключайте. Спасибо, что не переключаетесь в эфире, пусть говорят. Твори добро на всей земле. Твори добро другим во благо. Мне за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле. Певец Шура не хочет признавать собственных детей. Восьмилетних двойняшек Анжелику и Даниила. Этими словами начала свое письмо в редакцию Пусть говорят. Алена Полякова из Кисловодска. Копия. Например, у Дани верхняя часть копия. Похожи глаза, нос, черты, лица, сходство. Просто вот один в один. А у Анжелики, у нее нижняя часть. Восемь лет Алена с двойняшками ждали возвращения блудного знаменитого отца. А когда в прессе появилось сообщение о скорой свадьбе Шуры, отчаявшаяся женщина написала заявление в полицию. Пусть вернет мне все, что украл. Признание в любви, обещание жениться и деньги. 1200 долларов. В доказательстве моих слов я готова пройти детектор лжи и тест на ДНК. Мы проверили Алену на детекторе лжи и взяли анализ ДНК и у близнецов, и у самого певца Шуры. Сегодня в программе подтвердят ли результаты экспертиз отцовства певца. Во время рекламы к нам присоединилась пиар-директор Шуры Наталья Ракицкая. Добрый вечер. Всем здравствуйте. Я сейчас слушала о том, что многие сказали, признайся, это твой сын. А почему вы не подумали, что для этого человека, для него это тоже удар? Шура, вообще-то, он на самом деле очень ранимый, очень добрый, очень отзывчивый человек. И, может быть, об этом стало известно Алене из его интервью. Я воспользовалась. Да, и она могла этим воспользоваться. И я еще скажу об одном факте. Он артист, который не рассказывает о своей благотворительной истории, но он постоянно помогает всем детским домам, многим очень домам. И в Сочи. А почему твои дети не могут помочь? Они же так сильно похожи на него. Почему вы считаете? И о каком ударе вы говорите? Это для нее удар одной поднимать двоих детей. Дать им образование, дать им дорогу в жизнь. Что вы кричите? А кто ее просил рожать этих детей? Я вообще не понимаю, женщины, которые публируются мужчинами забеременеют. А вы еще говорите, что они его. А студент на инжене ищет. Куда делся студент? Может быть, у нее есть доказательства, помимо того, что похож шуран на ее детей? Нет, если он согласился сделать этот анализ, я думаю, что он знает, что он за эту ситуацию не ответственен. Анализ будет готов, и вся эта тема сведется к нулю автоматически. А у тебя есть наколки на теле какие-то? Нет. Нет. Он рассказывал о том, что бабушка предугадала. А характерные родинки, которые нельзя не запомнить? Есть родимое пятно. Расскажите, Алена, где родимое пятно у него? Да ладно, таки большое. На ножке и там... Мне стыдно говорить. Где там? Самые хорошие показатели. На ноге и внутри, как бы, в интимном месте. А на самом деле где же? Он в бою снимался в фотосессии, она там видела. Вот он не то вместе показывает. А зубы были у вашего студента? Да, были. А у него не было. Какая челка? Он на химиотерапии тогда был. А у меня их не было тогда. Догадала двух близнецов. Девушка прочитала и решила воспользоваться с информацией. Но это в интервью с 1998 года промелькнуло один раз. Где-то мы там уже вы... А можно детей в студию? Мне жалко ваших детей в студии. Давайте нажала. А мне правда нужна. Я бы никогда не оставил. Шура, ты готов встретиться с детьми, которые считают тебя своим папой? Не жалко. Хорошо, друзья, мы фанатами твоими будем. Если дети такой пусть проделали, пусть посмотрят на кумира. Тут говорилось о позитивной мотивации. Что вы просто любите Шуру. Дело в том, что в 2002 году я так любила Шуру и сейчас тебя люблю. Но это не повод сейчас заявить, чтобы ты на мне женился. Но дети должны увидеть кумира. Я считаю, что действительно, раз уж он не сделает такую пусть... Но вы, дети, испортите. Это не называется увидеть кумира. Ну что, давайте тогда сейчас пригласим первая встреча Шуры с детьми, которые считают его своим папой. Анжелика и Данил. Первая встреча в студии. Под музыку отшумели летние дожди. В Санкт-Петербурге в 2002 году. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну неплохо смотрится, что-то нормально. Берите, присядьте. Ну что ты, я не знаю. Присядьте рядом с дядей, посмотрим. Присядут дети, прекрасно. Ну что, все. Как дела? Настоящий одетский месяц. Нормально? Итак, какие у вас планы на жизнь? Расскажите, кем вы мечтаете стать. Я мечтаю стать по гимнастике там. Хочешь быть гимнасткой? Угу. Понятно. А ты? Я мечтаю стать грузчиком и таксистом. Ого! А почему грузчиком? Не мои гены, не мои. АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, ты подготовила стихотворение для Шуры. Да. Давай. Нарисую папочку и поставлю в рамочку. Будет папочкин портрет и звучать в волшебный свет. Я знаю, ты нарисовал рисунок. Давайте покажем, Шуре. Посмотри, как дети изображают тебя. Я только его не дорисовал там. Не дорисовал? Лечу, да? Да, ты зеленого цвета вот с автоматом защищаешь Родину. Я больше чем уверен, что они ожидали другой встречи. Анжелика у нас следовал талант папы, и Анжелика приготовила песенку для папы. Она сейчас исполняет. Не песенку, а стишок, ну маленький. Маленький стишок. Ну давай, порадуй папу. Папа может, папа может быть кем угодно, только мама, только мамой он не может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот маму и берегите. Давайте пригласим в нашу студию классную руководительницу близнецов. Карина Владимировна, она тоже приехала на эту программу, чтобы поддержать своих воспитанников. Встречаем ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Карина Владимировна, в школе все знают, что папа у ребят известный популярный артист? Нет, никто не знает. Мы услышали об этом впервые вчера. Ну как вы можете охарактеризовать семью Поляковых? Мама авантюристка у них или что? Вы знаете, я бы не сказала, потому что когда дети пошли... Нет, на самом деле это не смешно. Когда дети пошли в первый класс, мама работала в магазине. У нее там и зарплата была поприличнее, но она работала целый день. Она уходила утром, приходила поздно вечером. И дети, приходя со школы, оставались дома одни. И мы с мамой поговорив, решили, что придумайте столько денег. Нет, ну зачем вы вообще говорите? Мы о папе вообще не говорили. Эта тема была у нас вообще не затронута, потому что в графе, когда Алена сдала документы, в графе отец стоял прочерк. Я даже не понял, вы на алименты претендуете или на то, чтобы он женился, и вы жили дальше счастливо? Нет, если не хочет жениться, а алименты претендует. Я вам хочу сказать, что в вопросах детектора, результаты которого нам принесут, один из вопросов есть. Следующий. Вы хотите заявить отцом ваших близнецов, певца Шуру, чтобы таким образом обогатиться? И Алена отвечает нет. Мы узнаем, правда это или нет. Как зарабатывать? Ну, больше чем 5 тысяч. Ну, хотя бы не погодится, но жить нормально. Но тем не менее, ведь смотри, Раиса стоит шаг, молчала 18 лет, но стала говорить тогда, когда узнала, что Барыкин женится. Что Алена стала ревновать тебя к этой девушке, с которой ты говоришь, что у вас скоро свадьба? Ведь она молчала. Я меня взбесила. А? Я взбесилась, у меня была истерика, когда я открыла журнал и увидела это. А вы что, 8 лет верили, что он к вам вернется, что ли? А вы не взбесились, вот вы поклонницы, вы не взбесились, когда увидели, что вот он целуется? Мы не взбесились, мы с Сашей желаем только счастья, Лиза достойная девочка. Сейчас мы сделаем еще одну короткую рекламу, а далее в нашей программе близкий друг певца Шуры, Атар Кушинашвили. Почему он уверен, что певец не может иметь детей? Пост рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят». Остались считанные минуты до того, как в эту студию принесут результаты тестирования Алены Поляковой на детекторе лжи. Что скажет полиграф? Действительно ли певец Шура является отцом этих детей, Анжелики и Данила? Как утверждает Алена Полякова, спустя 8 лет после их встречи в Санкт-Петербурге летом 2002 года. А во время рекламы к нам присоединилась вторая мама, концертная мама певца Шуры, Марина Рябко. Она знает певца много-много лет. Добрый вечер, здравствуйте. Марина, вы в период как раз 2002 года были рядом. Да, я с самого начала была рядом. Наверное, с 97-го, я даже вот сегодня вспоминала, с 97-го года. Вот. И мы фактически вообще не расставались ни на минуту. И поэтому, ну, извините, пожалуйста, я вас даже не видела и не знаю. И я так думаю, что, наверное, здесь, может быть, даже психологическая проблема Алены. Потому что, видимо, ей хочется как-то приблизиться к артистам. У нее скромная работа. И ей хочется какого-то движения, показать себя. Она, в принципе, интересная женщина. Наверное, вот чем вот двиг... Вдруг, как он мужик заметит. Конечно. А программа, которую сейчас вот смотрит вся страна, ее увидит, заметит. Нет, ну, когда нужно писать на программу «Давай поженимся», там и еще, понимаешь. Нет, ну, понимаете... Она, наверное, может ради того... Но, тем не менее, мы все помним историю Анжелы Ермаковой, у которой не было никаких взаимоотношений, да? Там был заранее расчет. Учти, она знала, с кем она не спит, а занимается оральным сексом. Она знала, что ей сохранять. И знала, как ей... И теперь Борис Беккер платит какие-то миллионные алименты каждый год. И девочка, как две капли воды, похожа на... А? Беккер, Беккер. Давайте сейчас пригласим в студию известного журналиста Атара Кушенашвили. Он тоже пришел на эту программу, чтобы разобраться в этой ситуации, которая сегодня обсуждает весь шоу-бизнес. Встречаем, Атара. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не смущаю детей. Должен вам заметить, что будучи грузином, а отсюда следует, что я очень патриархальный человек, что бы вы обо мне ни думали. Но и театральный тоже, если грузин. Да. Не более вашего, Митрофанов. Да, да, да. Да, да. Должен вам сказать, что сфера интимных интересов Александра Медведева, он же антимитрофанов Шура, не предполагает наличие у него детей. АПЛОДИСМЕНТЫ А если при допингах? А если допинги? А если во время допинга? И он совершил ошибку? Нет, ну какие-то... Допинг, конечно... Я вижу, Андрей... Да, почему три месяца? Это вверх и Алены. Может, там было пять дней. А история Рики Мартина, извините, пожалуйста, ты говоришь так сразу, не может иметь детей. Ну, тоже... Ну, а что? Рики Мартин, пи***ц, мой друг. Он же... А вы такого слова не знали, извините, пожалуйста. Сегодня могут иметь... Сегодня могут иметь дети все. Любой, кто захочет с сентиментальным процессом усыновления, удочерения. Из пробира, который придумал депутат, бывший депутат Митрофанов. Я был сейчас на разводе моего товарища, который долго скрывал правду. И там он, наконец, признался, столько лет спустя, что он никогда бы, никогда бы, никогда бы не заимел детей, потому что он не хотел иметь. Он другой жизнью живет. Я думаю, что Саша Медведев должен встать в конце программы, когда я уберусь отсюда, и сказать, у меня никаких ошибок не было. Я жил другой жизнью, вызывающей ненависть у всех. И я всегда любил парней. Вот и все. Этим он может только защититься, понимаешь? А сказать, что это мои дети, вот это, мне кажется, больше. Но как он может сказать, что это его дети, если дети это скорее Митрофанова? Как он может быть нас? Давайте послушаем знаменитый хит Шуры. Внимание. И принесут конверт. Твори добро на всей земле Твори добро другим во благо Мне за красивое спасибо Услышавшего тебя рядом Твори добро на всей земле Твори добро другим во благо Не за красивое Свою Итак, готовы результаты Детектора лжи Сейчас нам вынесут конверт С ответами полиграфа Мы узнаем Как ответила Алена На вопросы Слава Богу Вопрос Вы хотите заявить отцом ваших близнецов Певца Шуру, чтобы таким образом Обогатиться Ответ нет И это правда Правда ли, что у вас был роман С певцом Шурой Ответ да Это ложь Это правда, что вы забеременели От певца Шуры Да, и это ложь Правда ли, что певец Шура бросил вас Когда вы были беременны Да, и это ложь Можете ли вы предположить Что отец ваших детей Анжелики и Данилы На самом деле человек Который внешне похож На певца Шуру Да, и это правда Вы уверены, что мужчина От которого вы родили своих детей Это популярный певец Шура Ответ да И это ложь АПЛОДИСМЕНТЫ Мы только что получили результаты Проведенной ДНК-экспертизы Они полностью совпали С результатами тестирования На детекторе лжи И подтверждают Что певец Шура Не является биологическим отцом Анжелики и Даниила Поляковых Я хочу вам сказать Самое главное Я хочу обратиться к ребятам Вы не должны переживать Что певец Шура Не ваш папа Это такая сказка Которую хотел вам просто подарить мама Но я думаю, что в ваших жилах Совершенно другие гены И может быть даже это лучше Потому что таким образом У вас есть шанс Что вы не станете, может быть, певцом Но тем не менее Ты станешь таксистом или грузчиком Потому что мечты сбываются А ты, безусловно, станешь гимнасткой Я думаю, что мы в этом поможем И Есть же в городе секция По занятию гимнастикой Я обещаю тебе Что после программы Я лично займусь И на ближайший год Точно мы оплатим тебе Занятия в секции гимнастики Где ты будешь ходить и совершенствовать А певец Шура Сфотографируется с вами после программы На память И подпишет диски Обещаешь? Обещаю И самое главное, друзья Что можно извлечь из сегодняшней программы Это строчки из текста Шуры Твори добро Пока ты жив Береги себя и своих близких Спасибо Еще две недели назад на этом месте стоял добротный дом Это хозяйка сгоревшего дома Успешная предпринимательница Жительница Иркутской области Альбина Болдырева Которая вмиг лишилась всего Из-за того, что свела с ума Многих женатых мужчин Жены решили отомстить ей И подпалили дом Есть, наверное, официальные проститутки И есть неофициальные проститутки Вот она, наверное, неофициальная проститутка Потому что на обычную проститутку Даже пальцем ей показывают Потому что та так зарабатывает деньги А это от своей дурости Потому что она больше ничего в жизни не имеет делать Абсолютно Ни детей воспитывать Ни с мужем быть Ни вообще держать как-то семью Переспала и все За просто так Это даже, наверное, хуже, ниже, чем проститутка По поселку поползли сплетни Что Альбина сама во всем виновата И именно ее любвеобильность, а не бизнес Стала причиной пожара Сгорело все Все, что мне так досталось Таким трудом, как говорится Весь был зал Были арочные проемы такие Ну, как кухня А в этой комнате Жила моя дочь Как получилось, что жгущая ревность Брошенных жен Лишила крыши над головой Свободную и независимую сибирячку И сможет ли успешная предпринимательница Вызывающая зависть и ревность местных женщин Простить своих обидчиков?